Желающих решить техническую задачу немного. В лаборатории конструирования и инженерии только юноши. Мальчишкам нужно создать аппарат вертикального взлёта. Модель должна быть снабжена резиномотором и как можно дольше продержаться в воздухе. Это учит пространственное мышление, чтобы понять при сборке, как это всё будет выглядеть. И понять, как это всё собрать вообще. Самое сложное здесь, например, в изготовлении винта. Ребята изучили, как работают винты у самолётов, как получается подъёмная сила. Разработали конструкцию. Конструкция должна быть довольно-таки лёгкой. Всего в рамках Интегрума работает 9 лабораторий естественных и точных наук, современных технологий, экономической и предпринимательской деятельности. В лаборатории по химии учатся определять содержание витамина С в продуктах. Физики анализируют уровень звука. Участие в фестивале одарённых детей позволяет изучать и отрабатывать школьный материал немного в иной форме. Со звуком мы встречаемся в жизни каждый день, так скажем. И никогда не задумываемся, почему звуки отличаются, почему голоса у людей разные, почему у нас инструменты звучат по-разному. Ну а сегодня мы это выяснили, теперь уже это для нас не загадка. Это очень интересно, потому что мало того, что мы в лабораториях делаем свой проект, так мы ещё и идём на всевозможные лекции, познаём что-то новое в отраслях других наук и получаем новые знания, развиваемся ещё больше. В фестивале одарённых детей мероприятие добровольное. В этом году более 100 школьников погрузились в научно-исследовательскую работу. У нас есть 7 подготовленных лекций, каждый из детей может посетить 3 различных. Подбирались лекции для детей таким образом. Если ребёнок, который выбирает сам исследовательскую лабораторию, выбрал предмет биологии, то смежные области мы предлагаем. Таким образом ребёнок может посетить лекции по биологии, химии, математике, физике. В подростковом возрасте, уверены специалисты, очень сложно поддерживать любознательность. Екатерина Дёмина уверена, что подобные фестивали дают положительный результат. Она считает, главное правильно заинтересовать ребёнка, поставить задачу, близкую к реальной жизни. Во-первых, они погружаются в эту деятельность интересную им. Во-вторых, они осознают уже более конкретно, действительно, где бы они могли быть успешны. И в-третьих, они начинают действительно разрабатывать, проявлять некоторые усилия, большее, чем просто при выполнении учебного задания. И это крайне важно для развития таланта и одарённости ребёнка. Основная цель такого мероприятия – создать для школьников образовательную площадку, которая позволит им раскрыться как исследователям. Организаторы планируют проводить фестиваль чаще, как минимум один раз в четверть, чтобы привлекать к нему больше школьников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова